Ну что, мои дорогие, сегодня будем готовить вкуснейшие трубочки вафельные. Но в них столько секретов. Не так-то просто и приготовить их. Потому что здесь надо правильно сделать тесто. Значит, для того, чтобы трубочки таяли во рту и были очень вкусные, рыхлые, что надо? Правильный рецепт теста. Значит, начинаем мы с того, что взбиваем. Вот взбиваю. Хорошо-хорошо смену 5 штук яичек. Причем взбиваю их пока что, только со щепоткой соли. Пока ничего не ложу. Для того, чтобы они приподнялись, как шапка. А потом по чуть-чуть буду взбивать дальше и высыпать в стакан сахара. Только мы его будем высыпать не сразу, а по чуть-чуть. И затем буду показывать вам дальше, как получается. Посмотрите, получается такая тягучая, такая тягучая масса. То есть увеличилось это аж в 3 раза. Все это приподнялось. Аж половину миски заняло у меня. Понимаете, как и такая густая, густая получилась желтая такая масса. То есть это взбитый сахар. Один стакан сахара, еще раз повторяю. И получается 5 штук яиц. Теперь мы будем сюда добавлять муку и сливочное масло. Вот мы берем мука у нас. Мука. Я беру стакан муки. Неполный сначала. Но еще потом обязательно, еще полстакана обязательно. Потому что если один стакан добавлять муки, это будет очень мало. И тесто будет просто расплываться. И не будет выпекаться ничего. Поэтому муку надо правильно положить. Вот стакан неполный. И еще где-то с полстакана муки добавлять придется сейчас. Но только муку будем просеивать, ребята, обязательно. Смотрите, я сыпала муки полтора стакана. И видите, масло я положила. Но только я не расправляла его в микроволновке. И не плавила его, а просто оно постояло и стало мягким. А знаете, почему не плавила в микроволновке? Потому что многие в рецептах пишут, что надо его плавить. А я вам хочу сказать, вкус масла потеряется. А так оно останется в тесте. Это все. Поэтому по мне это вкуснее. А вы попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. И теперь мы эту всю массу сейчас будем взбивать. Вот смотрите, тесто получается как крем. Вот оно пушистое, воздушное. Это же тесто такое, понимаете? Которое мы будем по ложке потом вложить в вафельницу и выпекать вкуснейшие трубочки. Густое такое и пушистое. Просто пушистое. Напоминает текстуру крема. Поняли, да? Можно добавить... Вот у меня такой экстракт ванили. Видите? Кто-то может добавить экстракт абрикоса или малины. И чего угодно. Сейчас этих запахов, какие хотите, можно масло добавить. Но я ваниль добавляю. И хорошо сейчас еще перемешаю. Вот такие в результате трубочки получились. Смотрите, я буду показывать вам. Они очень... Тесто сыпучее такое. Ломается аж во рту будет тающее. Вот такие вот сгущенка со сливочным маслом взбитая эта начинка. Можно добавлять туда орехи. Это уже как фантазия ваша. Но само по себе тесто тающее во рту. И трубочки шикарные. На любой праздник деткам в радость. Это всегда праздник. Красота такая на столе. Вам понравится? Пишите ваши комментарии. И буду ждать.